Путиноиды 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 Они отовсюду бежали, отовсюду. Сейчас бегут и из других мест. Но куда? В Россию. То, что на месте России образовалось, это тоже страна враждебная русским. Зато здесь сидит Путин, который говорит, все сюда, гастарбайтеры, те, кто не знает русский язык, ничего не понимает, профессии никакой не имеет. Они нам все нужны, но только мы будем их готовить. Дальше, что он говорит. Если говорить о перспективах, должны быть молодые, образованные, здоровые люди, которые готовы получать образование, влиться в рынок труда, либо прямо приступить к определенной работе, имея известный уровень нужной нам квалификации и соответствующей профессии. То есть вместо того, чтобы заниматься своим собственным рынком труда, своим собственным населением, выращивать тех, кто продуктивно умеет трудиться, в своей системе образования, в системе воспитания, в системе профессиональной подготовки, чтобы обеспечить демографический рост, чтобы достаточны были по численности поколений, которые приходят на смену тем, которые сейчас были более многочисленны, давайте мы завезем уже готовых. То есть есть где-то фабрика, где изготавливают людей, прямо вот уже они сразу молодые, образованные, подготовленные к труду, и завозим их сюда. Где-то эта фабрика должна работать. А здесь она не работает. И они не хотят ничего делать. То есть им нужны люди вот такие, где-то созданные. Где-то те качества, которые они якобы хотят заложить, где-то должны быть обеспечены. Но этого не будет. Сюда приезжают массы полубандитского населения, которое там не пристроено никуда, в Средней Азии, или там в Закавказье, или там еще где-то, не знаю, в Северной Африке. Они ничего там не могут делать. Они приезжают сюда, им предоставляют работу. Они не имеют профессии. Они не говорят на русском языке. Они не знают, не уважают ни местную культуру, ни местную историю, ни местное население. Это просто вот тупые ублюдки, которые убивают русских людей. Ну, чисто машинально. То есть у них даже толком и злобы нет. А за что нас ненавидеть-то? То есть их принимают сюда. Они просто убивают, потому что так у них принято. Так у них мозги устроены. То есть не просто пожилого человека ударил, тот упал, а еще и горло перерезал. Понимаете, вот беспомощному человеку подошел, вынул перочинный ножник и перерезал ему горло. Но есть такие кадры в сети. Не верите, да? Вот это такие добрые дикари. Вот такая легенда была о добром дикаре в эпоху просвещения возникла, что где-то там вот в лесах живут на лицо ужасные, добрые внутри. Да ничего там доброго нет. Понимаете? Это когда вы своими благостными глазками, затуманенными розовым туманом, смотрите на них, вы думаете, ах, какие бабки особенно эти советские. Ах, вот касатик так вот приехал к нам. Так чисто стало во дворе, так замечательно. А потом прошло пару лет, и он девочку несовершеннолетнюю изнасиловал и убил. Вот это обычный исход, когда загружают массами, миллионами людей, загружают вот эту публику, которая отрывается от своих корней, которые еще очень неглубокие для молодого человека, и вливаются сюда. Да здесь все просто сносит крышу. Это уже не человеческий материал, не человеческий. Да, это рабочая сила, но это биороботы. Им здесь ничего не жалко, им не жалко человеческой жизни. А их сюда зовет Путин, и вот это его свеженькая инициатива, значит, заполнить рынок труда. Закрыли предприятия высокотехнологичные, но зато у нас будет больше землекопов, больше дворников, я не знаю, чем они там еще будут заниматься. Если какая-то профессия, то они по ходу будут учиться, их будут нанимать, а они на своих ошибках за наш счет будут здесь учиться. Именно это и предлагает Путин. Это абсолютно обязательная вещь для нас. Я имею в виду экономическую составляющую, ряд других составляющих, связанных с демографией. То есть замещающая миграция продолжает быть политикой Путинщины, как она была при Ельцине. Что касается экономики, то совершенно очевидно, что с развитием экономики России нам уже не хватает, а скоро будет очень заметно, не будет хватать рабочих рук. Это становится реальным объективным ограничителем экономического роста в стране. Катастрофа экономическая в стране. Какие рабочие руки, какой недостаток? Полно безработных. Абсолютно нет работы для людей более старшего возраста. Поднимают пенсионный возраст просто для того, чтобы не платить пенсию. Работы для этих людей нет. И здоровья для них нет, потому что нет медицины, нацеленной на пожилое население. Нет вообще. То есть отсутствует. А теперь еще с ковидобесием медицина вообще просто исчезла. Просто исчезла. Теперь лечат только от одной болезни, вплоть до смерти того, кто заболел. Или если ты не болеешь, тебе припишут болезни и будут лечить так, чтобы тебе мало не показалось. Попробуй выживи. Вот эта вся чушь собачья продолжается. И мы видим, что это последовательная политика геноцида, начатая в начале 90-х годов Ельциным и продолжающая сейчас. И один из основ или столпов этого геноцида – это академик Тишков. Он тогда, в начале 90-х годов, ему была поручена национальная политика России. И он со всеми этими русофобами эту политику готовил, внедрял, писал всякие бумажки, инициативы. Министерство потом было создано. Он и там тоже подвязался. Вот Тишков, профессор, действительно член Российской Академии Наук, глава Института Этнологии, Антропологии и Науки. Там нет, естественно, никакой. И академическое звание фальшивое. Если бы вы почитали книжки, которые выпускает этот институт, там рядом просто не лежало никакой науки. Вообще, вообще никакой науки. Вот цитаты, которые недавно тут опубликовали с портретом этого негодяя. Возьмите русских из Архангельской области, из Ставропольского края или из Камчатки. К примеру, вы получите три совершенно разных народа, общим которых будет только язык. И если они верующие, то православие. Я воспринимаю это как плюс. Ну, во-первых, это ложь. Антинаучная ложь. Поверьте, я объехал всю страну. И в советские времена ездил, и в более поздние времена везде русские – это русские. И не только язык, и не только вера их объединяет. А если их вера объединяет, то все остальное прилагается само собой. И вот это вот наглое, подлое вранье, что, оказывается, русских, как единого народа, в России нет. И, исходя из этого, строится политика. Ну, нет русского народа, значит, и Россия не может быть русской. А все, кто говорит о русской России, это для них враги. Потому что мы пытаемся объединить русских, которые вот разрываются политикой путинщины на отдельные какие-то анклавы, которые каждый сам себя считает отдельным народом. Дальше читаем. При сильном государстве, нормальных границах и правилах ничего страшного в китайской миграции нет. То есть, заселение сейчас пока что Дальнего Востока и Сибири китайцами – это нормально. Это входит в их стратегию. В их стратегию уничтожения в России всего русского и замещения чем угодно. Хоть китайцами, которые не говорят на русском и ни на одном из европейских языков. То есть, это просто будет китайский Дальний Восток, китайская Сибирь. Какая разница, кем управлять? Главное, сильный аппарат, вот он всех принудит к повиновению. А какой будет народ здесь жизнь, кого считать своими рабами? Ну, какая разница? Какая разница, на каком языке они говорят? Да это никого не интересует. Старожилы порой не способны конкурировать с иммигрантами и использовать националистическую риторику, чтобы разгромить их палатки или более серьезный бизнес. Ну, вот понятно, на чьей стороне они находятся. То есть, они старожилов считают какими-то ретроградами, тормозом прогресса, теми, кто мешает экономическому росту. То есть, это население должно быть уничтожено. Просто мы с вами, наши дети, наши семьи, наши рода, все должно быть уничтожено, потому что прогресс они связывают только с иммигрантами. Только. И далее. Нужна новая политика по обеспечению притока населения в страну. До сегодняшнего дня существовала политика не миграционная, а антимиграционная. Ну, это ложь. Только в пользу мигрантов. Мы практически закрыли миграцию в нашу страну при потребности, как минимум, 800 тысяч мигрантов в год. Ну, вы представляете себе, он хочет, чтобы каждый год, ну, уже завезли 15 миллионов. Ну, часть уехала, часть приехала, осела, вот как бы в текущем. В моменте находятся от 10 до 15 миллионов иммигрантов. Ну, не все они не славянские. Ну, скажем, 10 миллионов инородных мигрантов точно есть. Еще надо по 800 тысяч ввозить. Вот где они будут жить? Где они будут работать? Это вообще никого абсолютно не интересует. Мы сюда их вливаем, они рассасываются в основном по крупным городам и здесь превращаются в новый паразитический слой. Да, он находится на крайне низком уровне доходности, но он такой же паразитический, как и олигархи. И он опора олигархии, потому что русского всегда можно за шеи выгнать и взять трех иммигрантов на его место. Они как-то, кое-как, как-то научатся чему-то, ну, в том числе и в космосе, наверное, да, вот в космос будут запускать ракеты. Это тоже, наверное, иммигрантов, чуть-чуть подучить их так, поднатаскаются и русских можно выгонять. Нужно отказаться от формулировки наций, как высшей формы этнической общности. Ну, есть у этого подонка целое сочинение о том, что забыть о нации, просто вот забыть о нации. То есть нация как политическая общность, как солидарность людей, относящихся к одному и тому же роду, имеющих свою историю и опирающихся на нее, на свои традиции, своя вера в Россию, вера православная, никакой другой традиционной веры в России нет и быть не может. Вот это все им абсолютно чуждо. Поэтому они хотят, чтобы здесь были мигранты. Поэтому они закрывают глаза на этнические банды, на этническую преступность. Любая стройка – это этническая банда. Любая стройка, где набирают массовые мигрантов – это этнические банды. Им совершенно на это наплевать. Совершенно наплевать, когда они говорят, что они там о нашей безопасности заботятся, что они заботятся о нашем здоровье. Это все ложь. Все, что они делают, все, что делает Путин, все, что делают сторонники Путина, все, что делает путинская администрация сверху донизу – все направлено против нас. Любую отрасль нашей жизни, любое направление их деятельности разбери – ничего, кроме вреда. Это прямое уничтожение, прямой геноцид. И надо это осознать для того, чтобы нам собраться и уничтожить враждебную нам власть. Мы не можем перенести ее. Она физически нас истребляет. Вот вам просто открыто говорят, какая политика, какая национальная, какая миграционная политика. Все это антирусская. Русская подлежит уничтожению в этой системе. И многие говорят, ну а что делать-то? Ну говорите, говорите. Я вам скажу, что делать, вы же не станете. Потому что я этим занимаюсь постоянно уже много лет, даже десятилетий. Я говорю, надо это, я это делаю. Присоединяйтесь, усиливаться. Будем расширять сферу нашей деятельности. Попытаемся вновь войти в легальную политику, откуда нас выкинули еще в конце 2000-х годов. Все, ну нет, нет русских никаких, нет русских организаций. Ни общественных, ни политических, ни русских партий, ни русских, ни в одном парламенте, ни в региональных, ни в федеральных. Ничего, русские выгнаны отовсюду. И нам надо снова собрать силы. Не для того, чтобы хоть как-то показать, что мы претендуем на власть и сражаться на разных фронтах. Выбор дел десятый. Вы соберитесь между собой. Вы не хотите со мной собираться в партию, которая у нас действует. Вы свою создайте, ну сделайте хоть что-нибудь, ну хватит болтать о том, что другие болтают. Да вы сами болтунами в болтуны превращаетесь. Я какую-то информацию, какую-то концепцию вам предлагаю, деятельность вам предлагаю. Мне пишут, я отвечаю, что надо делать, я говорю. А вы на это говорите, вы все болтаете. Нет, болтаете это вы. Мы стараемся делать, стараемся сделать все, что можно. А вы отвечаете на это оскорблениями. Отвечаете на это упреками совершенно несправедливыми. Хотите иметь право какой-то упрек сделать, приступайте к деятельности. Показывайте ее, если это публичная деятельность. Если это не публичная, в переписке вступайте. Тогда мы вне публичной деятельности подключимся к вам. Это не заговоры. Это просто соединение людей в те самые силы, которые должны в конце концов выйти на публику и сказать, мы существуем, существует русская партия, существует русская коалиция в десятках организаций. И тогда мы реально будем сражаться с этой политикой геноцида. Сейчас сопротивления не оказывается. Сейчас только трепотняв в социальных сетях больше ничего. И трепотняв с этими упреками тех, кто делает, упрекает в том, что они ничего не делают. А упрекают те, кто сами ничего не делают. Давайте с этой практикой кончать. Россия и русскую власть. Долой власть преступную. Вон всех ельцинистов, путинистов, навальнистов и коммунистов нам тоже не надо. За русскую национальную власть. Слава Руси. Господи, спаси. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова